День посадки леса. Акция с таким названием стартовала в среду во всех регионах России. В этом году зеленая эстафета проходит в честь 9 мая. В нашей области к ней решили приурочить закладку Аллеи Победы. Местом ее расположения выбрали центр лыжного спорта Демина. Из Рыбинского района материал моих коллег. Этот живой памятник народному подвигу, пожалуй, самый масштабный в регионе. Почти шесть сотен молодых сосенок вольготно с сегодняшнего дня начали обживаться на территории Демина. Для этого здесь специально было восстановлено 3 гектара заповедного леса. Пять лет назад сосновый бор почти исчез с лица земли. Был очень красивый, большой сосновый бор, который погиб в результате урагана 2010 года. И это считается особо охраняемой природной территорией. Теперь, я надеюсь, будет у всех ассоциироваться с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Победа над стихией, как аналог Победы над неприятелем на фронтах Великой Отечественной. В закладке новой аллеи, аллеи Победы и памяти приняли участие ярославские спортсмены и ветераны. Конечно, мы оставляем память для себя, для будущего поколения. Очень горд, доволен, переполняет чувства. Орудие труда в руки лично взял глава региона. Мы все-таки собрались по поводу Дня Победы. И аллея называется, аллея Победы. Ну и здесь все-таки место для того, чтобы мы увидели, опять же, победу наших спортсменов. Так что все, одно сложилось. Одно к одному. И я думаю, будет хорошо. Но нет, это главное. Главный принцип. Мы должны помнить о том, чтобы посадить дерево. Это святая обязанность каждого человека. Закладка юбилейной аллеи стала вкладом Ярославской области в дело всероссийского масштаба. Официальное название акции – День посадки леса. В этом году она стала четвертой по счету. Высадка деревьев сейчас проходит параллельно во всех муниципальных районах. А эта аллея Победы – только начало большой длительной работы. Сосновый бор здесь уже через несколько лет должен будет полностью восстановиться. После этих первых саженцев здесь в планах посадить еще полтора миллиона молодых сосен.